а потом раз и точно так же плавно разошлись и у них своя жизнь а у меня своя жизнь поэтому я не напрягаюсь по этому поводу что там вещи сны иногда просто бывает видение какое-то и ты понимаешь что да все сложится иногда тебе человек что-то говорит там обещает а ты слушаешь и вдруг понимаешь это даже не потому что он врет там или еще что-нибудь просто этого не будет это не произойдет это невозможно чтобы произошло дорогие друзья я обращаюсь нашим радиослушателям у нас на связи в россия сергей савченко руководитель школы русская таро мы вот только сейчас приступили к записи этой передаче а до этого так ли лирика была вот сергей рассказывал про долго носиков вот ну те кто да нас лучше из территории украины наверное знает но я просто для интереса посмотрю я я уже к тому времени уже был здесь в соединенных штатах поэтому продал хотя смотрю украинские передачи кстати с большим удовольствием ну вот нравится не мне там даже покруче чем скажем там аранжировка вся вот это шоу покруче чем российские программы кстати вот ну давайте мы приступим непосредственно к нашей теме которые я повторю для тех кто будет смотреть это передачу записи тема которой сергей савченко понятия не имеет а вот интересно вот если я вам предложу сейчас раскинуть карты вы можете определить о чем мы сегодня будем говорить я могу попробовать попробовать сомневаюсь потому что я начал работать сегодня в 9 утра если честно еще не закончил это у меня голова морско-чугольная вы на износ сергей работаете после работы я понимаю такая ситуация когда мне то что я сделаю мне нравится я сейчас работаю не большим курсом 2 это раз а во вторых я работаю над совершенно новым проектом новая марсельская таро это это очень новая марсельская таро я мог бы о нем рассказать конечно если мы давайте да да мы приступим вы знаете мы сейчас вот сейчас озвучим тему может быть коротко а потом вы расскажете а мы продолжим наверное следующий раз тогда потому что марсельская таро это вообще отдельная тема да вот мне просто любопытно о чем вы считаете мы сегодня будем разговаривать хочу меня выпало мне выпала умеренность башня страшный суд звезда и шут я не хочу думать если честно правильно чё тут думать да вообще но я бы предположил что речь идет о каких-то неприятностях к катастрофах о глупости о каких-то тяжелых ситуациях я нет нет так но это было задание сверх сложная как говорят в битве экстрасенсов нет вы знаете я хотел сегодня с вами поговорить вот о чем мы как-то в одних из каких-то там передач говорили о о такой группе может быть людей которых называют тайное правительство земли и вот во все время времена во все века существовали какие-то тайное общество но в этих картах даже нет намека на то даже нет совершенно верно да поэтому вот вот про эти тайное общество мне хотелось бы с вами поговорить и роль таро тарологов в этих тайных обществах ну всем на память всем так скажем понятно скажем на слуху это масонские вот масоны до масонская ложа и так далее а вот уже чуть меньше знает но это вопрос другой это да это скажем как человек к этому относятся а вот есть такие такая такое общество которое называли стамплиеры вот общество которое назывались иллюминате и общество скажем как называлась там где который принадлежал был принят кроли орден золото золотой заряда золотая заряда золотая заряда тянет конечно на тайное правительство но вообще никак ни одной секундочки да они там 20 баксов не могли найти чтобы себе занятие какой-нибудь устроить зато там был участвовал кроли который с моей точки зрения еще раз читая там шмаковые читая его таро вот это мистический такой товарищ это не опрос но на роль тайного правителя он писал письма и всяким правителям все такое он говорят что вот этот знак который чешик показывал викторе это как по скроли ему посоветовал ну покрайней мере я такое слышал не знаю это правда или нет но на роль тайного правителя это очень-очень сомнительно даже молча он конечно бы хотел это бесспорно ну хорошо а вот другие тайное общество можно ли с точки зрения таро или вот были ли там люди которые занимались именно таро и которые своим видением это все дорогах структура возникает в конце девятнадцатого века вот эпоха французской революции с этого момента можем отсчитывать существование таро до этого момента таро существовало но она существовала как игра и к восемнадцатому веку она уже была не популярна она уже была на половину забыто она была вытеснена другими карточными играми другими наборами карты все такое прочее поэтому говорит что таро это инструмент тайного правительства но это очень сомнительно вот таро почти сто лет ему потребовалось для того чтобы сформироваться в более-менее внятную структуру то есть это и лаза ложилась новой потом мазерс написал книжечку собственность ученой начиналась папе устам пишет конца девятнадцатого века книжечку какую-то брошюрочку вот и и только это она умерла если бы вот хиппи не появились хиппи и таро подружились сразу им как раз пришлось дать пыхнул карточки разложил все хорошо все чудесно они стали своих коммунах рисовать свои колоды таро 60-х годах как раз выходит первый были менее внятный учебник если не путаю имя и да грей его написала такая вот американская дама но тоже там есть ряд ошибок которые надо пустила но него это неважно она написала вот первый учебник с которого началось возрождение таро 60-х годах я раньше даже дату помню 60 какой-то там или 50 какой-то седьмой или ножка ручку там такое время все вот вот она начинается таро вот собственно таро и начинает после этого существовать поэтому говорить о том что таро могло быть инструментом тайного правительства уж скорее то алхимия была или астрономия вот это да алхимия в средние века это рулит а это сильная тема астрономия астрономия астрология это тоже вполне могли бы там астрологи или алхимики на службу правителя но не лидеры не лидеры это технический персонал ох какой-нибудь там деятель большой некоторые римские папы средневековый увлекались астрологии и писали трактаты и читали их там изучали все такое но опять то есть это это не было не афишируемо не было сама идея тайных обществ она вызывает большие сомнения вот единственное тайное общество которое я признаю которое реально работал реально было тайным все и у них хорошо хорошие наработки это и иезуиты орден и иезуитов на орден и иезуитов тут вопрос никаких нет но их тайность она ведь заключается в не в том что у них никто не знает а никто не у них не все очень хорошо представляют себе что они делают и зачем они это делали но это было тайное общество это было засекреченной организации я бы так сказал их в общем-то даже боялся папа римский ну у них были тёрочки они действовали на одной территории поэтому пришлось нам вопросы решать ну это действительно было да но они не были тайным хотя в том в то время это какое-то 15 век да это не позже возникли засекреченное общество засекреченное то есть не находящиеся на виду не раскрывающие свои методы работы не раскрывающие свои цели но они были понятны то есть вот иезуиты вот их иезуитские колледжи вот это там проходят люди подготовка обучением все струны прочим вот сама идея тайного правительства она упирается в исполнителей вот у нас есть президент у вас есть президента то есть этот президент управляет страной да то есть у него штат какой-то сотрудникам он и говорит пацаны делаем вот это пацаны делают вот это все не вопрос у вот этого правительства то есть она либо с президентом должно работать но это невозможно утаить эту ситуацию просто невозможно утаить то есть так или иначе есть некие необходимое вернее необходимое но объективное законное развитие ты не можешь сделать все что тебе приходит в голову ты вынужден делать нечто что так или иначе укладывается какую-то логику развития у меня есть некоторые в этом плане сомнения вы занимаетесь в том числе не только торону и маги разбираетесь ноги я могу допустить и в общем-то так она скорее всего и есть то есть есть кукловод будем так говорить который дергают за ниточки и и куколки они прыгают бегают танцуют и и начинают войну да популярная тема популярная тема да так вот почему нельзя почему нельзя вложить в голову то есть не то что вошло в голову а им принципиально и целенаправленно вложили в голову вот как сегодня вкладывают в голову людям какие-то вещи через средства массовой информации так называемый бильдербергский клуб есть это тайное общество да это засекреченная организация но тем засекречена что она существует идет речь да о какой то они они проводят какие-то слеты они проводят какие-то там мероприятия у них есть следы деятельности то есть тайна состоит только в том что именно какие именно цели они преследуют а так что вообще никто ничего не знал об этих людях ну это просто невозможно ну в каких-то книгах описывается союз девяти неизвестных допустим белое тайное белое брат вот кстати тот атлант вот гермес тресмегист который вот популяризатор которого там скажем был тот самый дэвид кролли который там писал очень много об этом ну в то же время мне кажется это имеет место быть то есть но вы считаете ну предложить вам раскинуть карты и определить так это или не так было бы было бы наверное во первых да опасно ну хорошо вот если мы будем считать о том что все таки это было когда-то как игра но игра просто так как игра она наверное тоже какой-то смысл носился скажем там вот 15 карт было раньше игра вот этот опять того же самого то то по системе то то было 15 карт по которым гадали не было такой системы я чего-то такого не знаю ну где-то 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 я читал когда-то в свое время вот это орден золотой зари там в принципе они насколько я помню они делали полную колоду они сделали свою колоду полная колода но и один из раскладов был на 15 карт по методу вот то то я такого не читал да ну неважно может быть я где-то да я не все естественно читал но такое я не помню ну хорошо эта тема действительно очень такая противоречивая с одной стороны с другой стороны было бы интересно все-таки там пара психологов эзотериков каких-то там ясновидящих и поговорить с разных с разных сторон мне нравится скажем мнение разные то есть если скажем два таролога то вопрос может быть один а трактовка может быть разным кто-то берет карт это скажем Ленорман ну чё ж мы сработали вот с этой вашей дамой я забыл как их зовут ну может практически совпадало да вы имеете ввиду с нашей дамой это которая фрэнни а то я подумал с вашей дамой но мы еще поработаем но мы как-то провели передачу втроем с Эльзой и там вообще да с Эльзой и там вообще практически все совпадало это действительно очень очень интересно потому что я уже не знаю как относятся к этому скажем люди которые приходят на консультацию ну вот вы знаете в Соединенных Штатах есть такое понятие называется второе мнение третье мнение и так далее то есть приходит человек к врачу ему выставляют какой-то там да диагноз да он идет ко второму врачу такой же скажем квалификации и такое направление и тот ему дает свой и вот если там скажем ну как нормально и логично вот три человека скажем дали один и то же ну тогда диагноз начинается а если три разных ну вот тут тогда для этого и существует разные точки зрения а потом уже не знаю а потом уже человек решается ну хорошо давайте мы тогда перейдем к той теме которая вам интересна и которая вы сейчас занимаетесь глобальной новое марсельское таро ну марсельское таро по моему возникло всего лишь в 19 веке не так давно марсельское таро возникло давно марсельское таро как особый дизайн карт возникает в 16 веке но он там начинает складываться к 17 веку он уже фактически устоялся то есть есть несколько французских фирм Жанн Набле Жанн Дадаль еще там всякие которые печатают карты установленного установленного вида ну там есть мельчайшие отличия но оно простите не называлось марсельским таро оно не называлось марсельским оно тогда вообще не имело специального названия или мы его могли назвать итальянским потому что оно пришло из Италии марсельское сам термин появляется в конце 19 века но дизайн существует вот уже 16 века и марсельское таро изначально было сделано для игры мы должны это четко помнить оно было сделано для игры и будучи сделано для игры оно не имело никаких значений никаких значений а вот Сергей простите я вас прерву вот до того играли в какие-то игры и сегодня можно играть на самом деле да здесь игра Тарок которая как раз для Тарок так вот скажите можно ли современные какие-то игры потому что скажем ну вот ежи 50 без проблем а можно ли в процессе игры вот мы играем ну в бритш там сколько 52 карты по-моему да скажем люди играют в бритш и существуют чемпионаты мира но это игра это сложная это математическая игра ну может быть какая-то уменьшенная копия этой игры это русский преферанс допустим был и сидит вот человек играет в бритш сидит серьезный таролог может ли он использовать расклады для того чтобы видеть предвидеть может быть исход конкретной партии а то и всей игры или это он уже играет он уже не пользуется своими навыками понимания что такое ну интересный вопрос как мне кажется я раскладывал по сеансу на компьютере это максимум который если вам позволить в отношении карт и у меня были такие мысли что вот смотреть какие там карты выпадают ну там конечно не таро там ну хотя бы пусть такая сокращенная версия во первых карточное гадание значение карт в обычном гадании они отличаются от вторых они не совпадают ну насколько я смог проверить естественно что очень много источников они все описывают карты по-разному но то что я смог проверить они не совпадают они разные это раз второе что или ты читаешь карты или ты играешь то есть лично мне не удается удерживаться скомбинировать да и то и другое ну и третий момент что а какая вообще задача задача получить какую-то информацию видеть какие-то символы или задача узнать вот кто победит если кто победит так я лучше карты разложу и посмотрю кто победит а если получить информацию я могу взглянуть на карту видит там семерку мечей или пятерку кубков или еще там что-нибудь какую-то карту и все она мне даст эту информацию мне не нужно тогда следить за всей игрой за всеми перипетиями там же этот длинный процесс это же не один раз они там раскладывают карты это же масса всяких событий происходит за карточным столбом ну хорошо давайте тогда вы расскажите что вас подвигло да сподвигло на то чтобы в 21 веке Сергей Савченко вот решил поменять марсельс который сделать его новым марсельсом я хочу поменять я хочу сделать его таким как он должен быть да а самое главное в нем не должно быть значение если мы придаем туда значение все на этом у нас это мгновенно перестает быть марсельским второй это сразу превращается второй по ходу дела хочу задать вопрос что такое вы имеете ввиду без рисунков без ассоциаций человек посмотрел на карту без рисунков а без значений что такое без значений вот у нас есть второй этого самого тот уайта уайта вот у нас карта на карте есть рисунок этот рисунок возник из-за того что ей было присвоено определенное значение если я беру марсельское таро далеко у меня тут они лежат ладно не буду бегать значит если я беру марсельское таро я не вижу там сюжетного рисунка и там не должно быть никаких значений то есть у меня нет понимания того что должна означать тройка мечей или семерка пентаклей или еще какая-то карта но мы не можем так работать наш мозг устроен таким образом что он будет эти значения присваивать сейчас тут существует ну вот у меня прямо на столе лежит видите прямо закладкой книга израильского товарища Эл Бендо он кстати умер недавно молодой ну не старый человек сердце хоп он пишет о методе открытого чтения то есть ты смотришь на карту и вот это переплетение копка в пентакле там пересечение этих всех штук оно дает тебе какое-то понимание карты ты видишь там какие-то образы вот он пишет двойка посохов там два перекрещенных посоха они похожи на перекресток если я хотя бы разamentsный душ это похоже на перекресток моё сознание не будет искать другие символы моё сознание не будет искать другие символы оно будет опираться на то что уже прозвучала то что уже было сказано И тем самым я буду закреплять за этой картой какие-то значения. А это никуда не годится. Это уже не марсельское таро. То есть марсельское таро как раз призвано для того, чтобы беседовать с моим подсознанием. Значит, оно должно быть организовано так, что всякий раз значение карты генерируется по-новому. Всякий раз оно должно возникать заново. То есть там действительно не должно быть никакого значения. И вот я уже который день, который месяц об этом думаю, ищу всякие решения. Вроде бы я нашел. Но если его начать озвучивать, это может быть долго и не очень наглядно, если я буду это все так говорить. Но я нашел такой способ. Вот как раз с Эльзома обсуждали, я и рассказал. И очень понравился этот момент. А я сейчас думаю, прав ли я в том, как я это нашел. Можно ли это, рабочая ли это идея. Нужно ли ее развивать дальше или наоборот не нужно. Но это получается революция. С определенной революцией. Но дело в том, что сама идея, что на марсельском таро можно гадать, она была точно такой же революционной. То есть история, получается, замыкает спираль, замыкает виток и выходит на новый круг, на новую ветку развития. Будет хорошо, конечно, если мне удастся это сделать. А мы с вами давно не говорили о вашей системе, что ли? Или уж это не система, это уже практика технологии? Гадание на таро. Ну, а что мне говорить? Технология как технология. Технология как технология. Я сейчас работаю над большим курсом таро. То есть вот у меня карта там просто подробнейшим образом расписана, проанализирована. Все там нюансы, все детали, все специальные формулы, все специальные значения выписаны. И сейчас просто идет чисто такая техническая работа. Я обсуждаю с коллегами карту, записываю материал этого обсуждения, превращаю их в текст. Обсуждаю следующую карту, записываю материал обсуждения, превращаю их в текст. Ну, то есть чисто такая техническая работа. А следующий этап, после того, как я закончу делать описание карт, следующий этап, это мы займемся вопросами раскладов. раскладов строения, как эти расклады делать, делать их не делать, что нужно делать, что не нужно делать, делать ли чек-листы, ну и так далее. Понятно. Ну, в общем, работа... Вообще, это, знаете, на что похоже? Это похоже на самый обычный производственный роман. Вот просто самый обычный производственный роман. Ты пришел к работе, делаешь свою работу, выдаешь на гора какой-то объем текста, объем видео, объем записей и уходишь домой. Рутина, нечего рассказывать. Чем-то я работаю магом, и что, интересно? Нет, скучно, обычно. Ну, тем не менее, тем не менее, хотелось бы там, если уже так, если магом вы работаете, то уже так народ хотел бы знать, о чем идет речь. Как пользоваться этим? Вы же обучаете. А почему вам не включить в курс обучения, скажем, саму магию? А у нас есть такой курс. Точнее, он есть, и это следующий этап. После того, как я закончу большим курсом Таро, я буду заниматься большим курсом магии, который как раз будет связан в том числе и с магическим использованием карт Таро. Хорошо. Имеется в виду, скажем, магия... Когда вы говорите магия, это уже далеко не Таро, правильно? Или это все-таки связано? Надо ли быть приступать к этому курсу, не овладев курсом, скажем, Таро или наоборот? В том, что идет начальник? Не овладев Таро, этим курсом нельзя приступать. То есть, если не знаешь карты... Ну, карты это в моем случае, в том, как я это рассказываю, карты это основной магический инструмент. То есть, с помощью карт мы анализируем проблему, мы устанавливаем методы лечения, и иногда мы даже с помощью их воздействуем на ситуацию и меняем, в общем-то, то настоящее, на то, на которое мы хотим его поменять. Тут, конечно, знание карт первичное. Понятно. А по вашей статистике, люди, которые идут на этот курс, курс магии, они успешно этим пользуются? Они более успешны, скажем, в гадании, чем те люди, которые просто прошли первый уровень, второй уровень? Они не более успешны, но они имеют эту возможность сделать магию. Потому что сказать более или менее успешно в гадании, это я не знаю, а то, что они имеют возможность делать магию, то есть, не только ставить диагноз, но и лечить, это факт. Лечить, вы сказали? Ну, это как в больнице, да, то есть, вы приходите, у меня там что-то болит. Первое, что вам делают, это ставить диагноз, это второе, это гадание. А потом эту ситуацию надо исправить, да? Вылечить. Вот это уже магия. Хорошо. У меня к вам практический вопрос. У нас в нашем центре есть человек, который имеет отношение к центру, и вопрос такой, эмиграционного порядка. Человек находится здесь уже очень-очень давно, но не умеет официальных документов. Значит, здесь существуют определенные, скажем, правила и порядок. То есть, можно как бы находиться, если ты где-то там не засветился, то ты находишься. Это не то, что там, скажем, нелегальный эмигрант, потому что есть люди, которые живут, там есть специальная белая карточка, они имеют право там куда-то двигаться и так далее, в пределах Соединенных Штатов, не имеют права путешествовать за границу, да? А те люди, у которых есть, допустим, грин-карт, это все равно не те люди, у которых есть паспорт. То есть, есть определенные ограничения. Вопрос вот такой. Вот скажите, сейчас стоит вот у этого человека дилемма. Пытаться остаться здесь, рискуя, или ехать в ту страну? Ну, теперь это уже страна, раньше это была союзная республика, где, в общем-то, откуда родом этот человек? Вот такой вопрос. А он сам как хочет? Быть здесь, да. Но это чревато, да, это чревато, поскольку документов нету, и это сложный-сложный момент, потому что идти на какие-то там, скажем, нарушения не надо здесь, потому что это опасно. Я сейчас не буду посмотреть далеко. Далеко, в смысле? На год, максимум год. А, да, хорошо, да, вполне. В течение года у него не будет конфликта с постами. В течение года не будет, значит, год можно жить спокойно. Вот можно уже спокойно. Хорошо, я скажу, а потом через год мы с вами там, 1 марта 2018. Если он уедет, он, скорее всего, не вернется. Ясно. А где предназначение этого человека, второй вопрос? Здесь или там, откуда приехал? Когда-то? В голове? Понятно. Ну, здесь. В голове это здесь уже, потому что здесь есть много возможностей, без сомнения. Да, они есть. Сергей, ну, хорошо, время нашего эфира в связи с вашим поздним временем, наверное, подошло к концу. Вас уже достаточно поздно, учитывая то обстоятельство, что вы вообще с 9 утра на ногах. Но выглядите вы так свежо, сразу вот говорит о том, что человеку нравится. Потому что если человек, как у нас тут в Америке, да, который, понимаете, чем здесь с одной стороны хорошо, но с другой стороны это без сомнения плохо. Возможности, я говорю, есть. То есть человек отработал, допустим, на первой работе 8 часов. Отработал. Он может идти на вторую работу и работать еще 8 часов. Теоретически он может идти на третью работу и работать еще 8 часов. И за каждый час на всех работах он должен получать какие-то деньги. Ну вот здесь никого не интересует, сколько ты отработал до того. Главное, чтобы ты выполнял свою работу, выполнял ее хорошо. И в этом случае тогда ты будешь получать, так сказать, свою зарплату и достаточно потом тебя могут еще и повышать. Нету в Соединенных Штатах не, так сказать, регламентирован отпуска. То есть это единственная страна в мире, где никого не интересует. Если ты упал, тебя заменили, скорее всего, мексиканцам. Но возможности работы есть. И без работы здесь мало кто сидит, поскольку все-таки, ну как бы, есть надо. Она всегда найдется. То ли на, скажем, на кэш, то ли, если есть какие-то документы или кто-то согласится брать тебя, то тогда тебя берут и так далее. Ну хорошо, таким образом. Сергей, спасибо большое. Дорогие друзья, напоминаю, с нами был Сергей Савченко, руководитель Школы Русской Таро и таролог Мак и волшебник, генерал-полковник Российского Таро, как его называют в некоторых кругах, с чем я вполне согласен. Да, вот кто, правда, генерал армии, мы не знаем, но нету, пока никто. Вот, сказал Сергей Савченко, и мы ему, естественно, поверим. Все, спасибо большое. До новых встреч. И эта программа появляется на ютюбе, на фейсбуке. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, будем рады ответить. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова